Добрый день! Вы в прямом эфире лайф и правильно делаете, ведь у нас вы узнаете самую свежую информацию. Ракета русских Илонов-Масков, которая взорвалась на юге Москвы, была предназначена для инновационного центра Сколково. Об этом молодые ученые сообщили на допросе в полиции. Также они рассказали, что конструировали аппараты для запуска спутника на орбиту Земли. Они проводили опыты над новой ракетой «Таймыр». Этот проект получил положительную оценку экспертов кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда Сколково. И изготавливался по запросу инновационного центра. Испытательным полигоном для четверых будущих миллиардеров стала бытовка на юго-востоке Москвы. Молодые люди попытались запустить двигатель, но что-то пошло не так и прогремел сильный взрыв. Осколком протаранило стену соседнего помещения. Этот осколок вылетел со склада. Пострадал один из рабочих у мужчины, 54-летнего. Серьезная травма руки. А вот в таких условиях ребята, гордость нашей науки, работают над своей ракетой. Не очень внятное помещение, подручные материалы они используют и инструменты тоже подручные. Вот, например, болгарка подходит для того, чтобы изготавливать очень, произойдет очень точные срезы для этой ракеты. Следующая фотография моя любимая. Здесь отливали заготовку для ракеты. И если ребята в таких условиях не унывают и продолжают работать над своим проектом, они точно далеко пойдут. И пожелаем им удачи. Студенты ВКонтакте рассказывают, раскрывают подробно о своих разработках. Заходите, подписывайтесь, поддерживайте ребят. Сами студенты Бауманки говорят, что их вдохновляет личность Илона Маска, канадско-американского предпринимателя, инженера, изобретателя. Он прославился благодаря своим компаниям SpaceX, Tesla Motors. Итак, ребята уже отпустили из полиции сегодня после допроса. И молодые люди пытались запустить новые двигатели, как они рассказали у себя в ВКонтакте. Что-то пошло не так, ракета протаранила стену. И у нас есть возможность посмотреть, что сейчас на месте происшествия. Мой коллега Александр Акишин. База вторсырья, которая вдруг превратилась в площадку для испытания двигателей ракеты, сейчас выглядит вот так. И мы находимся непосредственно на точке запуска. А вместе со мной руководитель этой самой базы Александр Погорелов, который как раз таки и видел, как все это происходило. Сейчас он нам обязательно расскажет. Александр, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что здесь было и как происходил сам запуск. Ну, в субботу вечером, в воскресенье вечером мне позвонили парни, инженеры знакомые. Сказали, что, короче, нужно проверить им это, какой двигатель ракетный, а не изобретатели. Просто, чтобы они собирают это там у себя в промзоне, в ворожах, там это будет, ну, шумно и дыма много будет. Сказали, можно мы к тебе заедем? Я сказал, что, конечно, да, приезжайте. Ну, они приехали, здесь установили, вот на этом месте у них был прицеп автомобильный. Здесь у них стояла машина, потом у них здесь вот на этом столе стояла, короче, камера. Они это все отснимали. Ну, и полностью здесь стояла установка, она стояла на сцене, такой маленький двигатель, короче. А каких размеров он был приемлем? Ну, где-то, если весом, где-то килограмм, может быть, 150, короче, это все полностью, все их оборудование. А если сам именно мотор, он где-то, может быть, килограмм 6 весел, ну, это испытательная установка, она маленькая получается. Ну, что, они начали это, какого, подготавливаться, туда-сюда все подготовили. Это занимала подготовка где-то час, наверное, потом они начали это, какого, запускать. Ну, я находился там непосредственно, занимался работой, у себя в офисе сидел и услышал, короче, что зашипели, короче, там топливо ихнее, короче. Потом произошла вспышка, короче, ну, как он должен был все по-настоящему. А вот баллоны, это их баллоны же, да? Да, это их баллоны, это, получается, углекислота, короче, вот два баллона, потом они смешивали там это с каким-то там еще ракетным топливом. Ну, я в этом, я не химик, вы понимаете сами. И что, получилось, у них получился шум, потом получился вспышка, короче, ну, двигатель у них заработал. И потом что-то пошло у них не так, и, короче, произошел взрыв. Взрыв произошел, ну, мы все выходили на улицу, короче, и осколочки, короче, полетели вот в эту вот бытовку на соседскую территорию. Там пострадал, короче, этот, какой крановщик, дядь Миша. Ну, он сидел, кофе пил, и получается, вон она дырка, короче, вот в этом, прям, так ее плохо видно, она сейчас блестит. Ну, он сидел, кофе пил, и ему, короче, в руку прилетел, короче, осколок от этого ихнего двигателя. Ну, ему там повредило, короче, руку. Ну, и сказали, что врачи, короче, что открытый у него перелом. Сейчас он находится, короче, где в этом, как в больнице здесь, в центре, я уже не помню даже где. Сегодня мы ему там звонили, короче, он был на перевязке, вроде бы там с ним все нормально. Ну, эти парни, инженеры приезжали, приезжали со своим юристом, чтобы человеку помочь, потому что они от этого не отказываются, короче. Ну, такая вот ситуация произошла. А немного непонятно, как вообще оказалось то, что здесь все-таки и для Сколкова они делали ракету, вот стало известно, и база вторая сырья все-таки не похожа на территорию на полигон. Ну, просто я с инженерами с одними, они там собирают роботов, короче, всякого такого, я с ними непосредственно работаю, бывает парням помогаю. Просто они позвонили, сказали, что молодые ученые, денег у них нет, нигде провести испытания. Я сказал, что, ну, что-нибудь опасное будет, они сказали, нет, только дым побудет, да и все, тем более здесь у вас промзона, здесь тихо и спокойно. Но мы же не знали, что это приведет к такому взрыву, они-то сами тоже не ожидали. Ну, как, я просто, никакой коммерции там я на них ничего не зарабатываю, просто парнями, бывает, помогаю. Потому что сам молодой предприниматель, мне бывает тоже тяжело, мне тоже люди будут помогать. Ну, вот решил им помочь, и такая ситуация случилась. Ну, вот тоже говорят, что все-таки в Бутовке еще кто-то находился, да? В Бутовке находился там второй человек, короче, там из Белоруссии, я не помню, дядя Ваня, кажется, ну, он периодически ко мне приходит. Он, получается, возле него пролетело, короче, тоже, ну, он непосредственно там как раз и сидел тоже кофе пил. Ну, и что, он сразу дядя Вова подхватил, короче, вызвал скорую, ну, и потом приехала скорая, пожарная, милиция, МЧС. Ну, короче, где-то в течение трех минут, короче, все были здесь на месте полностью, все. Ну, короче, оперативные органы сработали очень быстро у нас. А вот тоже такой интересный момент, все-таки взрыв случается, и осколки так далеко летят. А сами вот эти ракетчики, где они находились, они же ближе были? Ракетчики находились, они ближе, но это им просто-напросто повезло, то, что у меня здесь парень, еще один, короче, тоже там инженер, он просто мимо проходил, я говорил, когда перед запуском, чтобы они отошли, спрятались, короче, потому что, может быть, ничего не так. Ну, и вот, кто их финансирует, я хочу вам сказать, конечно, умные, короче, блин, ну, в какой-нибудь другой момент они могут сами пострадать. Ну, одного контузило немножко, вот этого взрыва, потому что мы когда выскочили, он нам парень просил, что, скажите, что-нибудь, я ничего не слышу. Это хорошо, то, что они спрятались за вот эту вот Волгу, они за этой Волгой сидели, получается, вот она машина, короче, на разбор, на металлолом она пришла, и они за ней сидели, то, что вот их, они особо сильно не пострадали. А так, это очень, я скажу, что это очень опасно, потому что мы увидели это, да, парни молодые, умные, ну, могут они сами пострадать. Спасибо большое, но так вот очень запутанные и довольно-таки непонятно получается, что молодые ученые, наверное, свет науки, и в результате сами чуть очень серьезно не пострадали, и только совет рабочего базы вторсырья, а также вот эта вот уже разобранная старая Волга спасла молодых ученых от серьезных последствий. Ну, а на самом деле сейчас Владимир, 56-летний, действительно в больнице. Была поначалу информация об ампутации конечности, но потом все-таки подтвердился открытый перелом. Была оказана тут же медицинская помощь. Мы сейчас вот знаем также, сегодня уже подъезжали все эти молодые ученые, тоже говорят, вот хозяева базы очень, они переживают по этому поводу, и действительно уже готовы любые деньги, чтобы компенсировать и лечение, и какой-нибудь моральный, в том числе и физический ущерб. В общем, будем надеяться, что вся эта ситуация закончилась, ну, а в дальнейшем вот эти молодые испытатели все-таки делают большое дело, будут как-то делать это в более безопасных, наверное, и научно обоснованных местах. Такая импровизированная, получается, такой космодром у нас в Подмосковье образовался. Неудивительно, что быстро сработали наши стражи порядка и прибыли. Мне вот интересно узнать у представителей этой базы, не попрут ли теперь ученых, разрешат ли им еще раз там проводить какие-то испытания, или все, теперь для них дорога туда закрыта. Ну, сейчас, сейчас мы... Александр, можно еще на один вопрос? Да, спросим. Вот, такой у нас в студии вопрос возник, все-таки, несмотря на то, что двигатель заработал, это была главная цель, как я понял, но вот такие последствия, после этого, если они к вам еще раз обратятся за тем, чтобы что-либо испытать, вот как вы им ответите, пустите их обратно? Конечно, нет. Ну, как вы думаете, если такая ситуация произошла, пострадал человек? Я понимаю, что ученый, ну, он тоже 56 лет мужику, и перед Новым годом такая эта, как его, трагедия нам тоже не нужна, он семью кормит, я это прекрасно понимаю. Больше такого, конечно, не повторится. Но я сам не знал, честно говорю, что... Они мне сказали, что немножко дыма будет и пошумит, и все, но они сами перепугались, если честно. Эти ученые, они сегодня с утра были, мы ходили на ту территорию, все, в принципе, они будут человеку помогать, решать это. И теперь их, кто их там финансирует, они, короче, сказали, что снимут им территорию уже непосредственно, какое-то там бетонное здание, ну, чтобы было огорожено, чтобы, короче, больше такого не происходило. Потому что, ну, двигатель заработал, испытания прошли, короче, у них успешно, они там, конечно, довольны, я себя прекрасно понимаю, но последствия этого не есть хорошие, потому что пострадал человек, и поступила шумиха, короче. Да и парней этих жалкостей, в следующий раз они просто могут просто сами поставить. Потому что я знаю, что они проводили такое испытание у себя в гараже, у них происходил взрыв, они там уже были контужены. Это я узнал потом, с другими ребятами не встречался. А то есть это вторая у них уже? Это уже второй раз, да. Они проходили у них только там в гараже, вы сами понимаете, что было в гараже. У них в гараже происходил тоже этот взрыв, потому что они проводили там еще это испытание у себя. Я такое слышал, короче, что это мне мои парни-инженеры расскажут, что такая ситуация вот у них произошла. Я считаю, что им нужно снимать территорию, короче, если они такие умные. Ну, парни умные, действительно, они бауманку позаканчивали. Ну, будем надеяться, что у ребят все будет хорошо, и действительно, у них и территория появится своя, и успешно. Они будут свои ракеты запускать в космос, будем еще ими гордиться. Ну, а мы, конечно, будем следить за судьбой этих наших светлых голов, которыми будем в будущем гордиться, разумеется. К другим темам.